Субтитры сделал DimaTorzok Итак, вопросы перед вами, не буду останавливаться на каждом из них Давайте перейдем к следующему слайду Там у нас будет 43 вопрос И на него, собственно говоря, начнем отвечать Итак, в чем отличие Silverlight от Blazer? Blazer это новый Silverlight Ну, в общем-то, давайте по порядку Я тут подготовил некоторое количество слайдов Собственно говоря, перейдем к первому из них Итак, мы обсудим Silverlight и Blazer И, в общем, давайте сначала с Blazer Во-первых, что такое Blazer? Это фреймворк, который позволяет писать на C-Sharp клиентскую часть Ну, это так, если абстрагироваться от всех сложностей Ну, грубо говоря, это такой C-Sharp-овский UI, если хотите Причем этот кросс-платформенный UI И, в общем, самое главное, что он изначально сделан на стандартах Это стандарт на базе WebAssembly То есть он поддерживается всеми браузерами и всеми платформами Что, на самом деле, очень круто Ну, в общем, имеет, на самом деле, Blazer еще не закончен Он имеет далеко идущие перспективы Чуть позже покажу один слайд, который увидел на одном из Забугорном, так, сайте, да, про Blazer И, в общем, он имеет реально далеко идущие перспективы И поэтому я буду его сильно-сильно, как говорится, изучать Blazer изначально умеет работать с JavaScript Что, собственно говоря, дает ему огромные плюсы То есть помимо того, что вы можете использовать Новый компонент, который написан на Blazer Вы можете использовать свои старые, собственно говоря, наработки на JS И также их, собственно говоря, внутри своих проектов Инкапсулировать, то есть реализовать логику А в дальнейшем, может быть, их переписать уже на Blazer Собственно говоря, Blazer также может работать Как я уже сказал, на разных платформах Это платформы Windows, Linux, Mac Собственно говоря, охватывают весь спектр возможных платформ И я думаю, что на этом они, собственно говоря, не остановятся И как доказательство, опять же, покажу один из слайдов В общем, разрабатывать на Blazer можно будет изначально Уже используя готовые компоненты Таких монстров, как Telerik, DevExpress Ну, в общем, их на самом деле очень много Не буду все перечислять Что же касается Silverlight Silverlight изначально был рожден мертвым И это, собственно говоря, его и убило Убить мертвого, если можно, то, собственно говоря, вот Silverlight Так именно и поступил сам с собой Ну, во-первых, было уже много конкурентов Например, Flash широко был развит Во-вторых, Java плагины уже хорошо используют Так называемые Applet Или Silverlight, не помню, как они называются В общем-то, в моду входил HTML5 Где уже вообще не требовалось никаких плагинов Просто браузеры начали работать по-другому на самом деле Ну и таким образом получилось, что Silverlight Он появился в 2010 году И он уже был, ну, не пришей, как говорится К звезде, звезду Не помню, что там пришивают Но неважно На самом деле получилось, что он опоздал На самом деле очень сильно опоздал А если учесть, что это нужно было в отдельный плагин В общем, тяжело эта штука пошла Ну, надо сказать, а это мне очень сильно нравилось Я достаточно много программировал Порядка нескольких лет И писал достаточно серьезные проекты И мне нравилось писать на C Sharp И UI компоненты Это было просто круто То есть мечта программиста-разработчика На одном языке сбылась То есть я мог писать и на Xbox, и на Windows Phone В смысле, мобильную разработку Ну и, в общем, вот это вот все поломалось С тем, что Silverlight не взлетел, как говорится Если говорить про, собственно говоря, Blazer То посмотрите На одном из забугорных сайтов есть На самом деле много видео Описывающие перспективы развития Blazer И они далеко идущие Во-первых, Silverlight Извиняюсь Во-первых, Blazer, он работает на dotknetcore Веб И причем он работает в двух вариантах Вот первый и второй шарик Если говорить про dotknetcore Как Blazer сервер И про Blazer Веб-ассембли Дальше Развитие на самом деле Получит, опять же, технология Веб-ассембли Он будет работать как PWA То есть Может работать оффлайн От браузера Уже, в принципе, он может работать В некоторых вариантах Реализации Я это даже видел Надо сказать честно Что довольно-таки Такая Ну, чтобы честно сказать И без матов Пытаюсь без матов сказать Дебаг для веб-ассембли Он такой Оставляет желать лучшего То есть Тяжело на самом деле Это все запускается Сразу дебаг не подключается Некоторые события проглатываются Но это не важно Это все не поправит Я надеюсь, когда Будет dotnet 5 Ну и, в общем-то Дальше в планах Я так понимаю У Блэйзера Работать под Системой электрон То есть Он может работать Оффлайн Как обыкновенные Windows-приложения Ну и, в общем Разработчики Блэйзера Хотят сделать Нативный UI То есть Блэйзер Можно будет писать На его собственных Компонентах Что, собственно говоря Рендерится будет В HTML Или в UI Или, допустим В Zamarine формы Ну, то есть Уже используя Кастомный То есть Свой, собственно Нативный Так сказать Реализация Я надеюсь, что Это будет И первую часть Блэйзера Я видел Очень давно Когда он только появился Вторую Как-то Пропустил Потому что Ну, как бы Сами понимаете Это не то Ради чего Нужно тратить время Потому что Вот Опять же Меня часто спрашивают Когда Когда нужно изучать Технологию Или там Платформу Или там Новые паттерны Ну, я имею ввиду Новые шаблоны Программирования Я имею ввиду При реализации В какие-то системы Например ASP.NET И ASP.NET MVC Да Вот с третьей версии Обычно Все разработки Майкрософта Они уже Ну, такие уже Сильные Мощные Инструменты Когда уже Все Отлажено Налажено И может работать В общем Silverlight Как бы Умер Хотя Собственно говоря Штука была Достаточно прикольная Ну и теперь Приветствуем Blazer И в .NET 5 Будет его Якобы там Третья версия Которая Будет уже Мощная Работать С ней Можно будет Как говорится Go Live Лицензия В общем Они будут Long Time Саппорт Его делать Ну и еще Хотел бы сказать Что NET 5 Будет представлен В 2020 Году То есть Совершенно Даже Скоро 10 по 12 Будет Вебинар По-моему Насколько я помню Ну в общем Об этом Можете прочитать Дальше И на этом Все Поехали К следующему Вопросу Итак Следующая Картинка Вопрос Номер 44 И здесь Вопрос На самом деле Такой Ну непростой Мне часто спрашивают Где должна находиться Бизнес-логика Фронт-энд Или бэк-энд Ну Коллеги На самом деле Достаточно Вам всего лишь Определиться Что есть Бизнес-логика Вот Как только Вы определитесь Что это такое Сразу будет понятно Где это должно Находиться Я подразделяю Бизнес-логику На несколько частей Ну во-первых Бизнес-логика Она в Clean Architecture Описана Как Обособленная Штука Которая Может исполняться В разных Средах Может управляться Из разных Клиентов Может прокидываться И храниться В разных Базах В общем Бизнес-логика Это что-то Такое Абстрактное Которая Как бы На самом деле Не зависит Не от UI Услышите Да Не от UI Не зависит Не от Backend То есть Не хранится Там То есть От базы Данных И вообще Собственно Гляне Привязаны Ни к чему То есть Вы берете Какую-то Штуку А потом К ней Привязываете Базу Данных Цепляете UI И у нас Начинает Работать Приложение Причем Независимо От платформы Независимо От базы Данных Независимо От UI Там Я имею Думал Blazer Да В конце Концов Вот эта Штука Должна Просто Тупо Работать Она Должна Выкидывать Какие-то Интерфейсы Наружу Чтобы записывать Какие-то Логи В Какие-то Базы Должна Хранить Своё Состояние В какой-то Базе Или В каких-то Базах Если Это Микросервисы Но Вот эта Штука Которая Бизнес Логика Она Должна Быть Даже Не На Бэкэнде Грубо Говоря Если Мы Подразумяем Бэкэнд Как Связку Базы Данных Мониторинговые Системы Какие-то Контроллеры То Даже Не На Бэкэнде В целиком А именно Какая-то Обособленная Часть Когда-то Был Популярен Паттерн Который Назывался Трехзвенная Архитектура Когда Бизнес Логика Хранилась Отдельно А UI Мог быть Разным И Бэкэнд В смысле И База Данных Могла Быть Тоже Разной То есть Бизнес Логика Хранилась Как Отдельная Сборка В которой Просто Она Знала Куда Положить Данные Откуда И Взять И Какие Интерфейсы Наружу Выкинуть Вот Я Придерживаюсь Этой Концепции Которая Как бы Даже Не Говорит Где Она Конкретно Должна Быть Почему С чем Это Связан Вопрос Frontend На самом деле Frontend Имеет Тоже Право Управлять Бизнес Логикой Но Это Будет Бизнес Логика Привязанная К этому Контенту Например Вы Из базы Данных Получаете То есть Вы Из Бэкэнда Из базы Данных Получаете Какой-то Набор Данных Ну Например Там Список Зарплат Сотрудников Да И UI Должен Решить Какому Сотруднику Как фильтровать Ну Я имею ввиду Не управление Через роли Да Это где-то На бэкэнде Должно быть То есть Где-то На уровне Авторизации На уровне Клаймов Так называемых А именно Отфильтровать Да Ну пусть будут Не Список Зарплат А допустим Список Товаров Вот Бизнес Логика По управлению Фильтрацией То есть Бэкэнд Выдал Наружу А как Пользователь Потом Отфильтрует В каких Колонках Покажет Вот это Как бы Тоже Можно сказать Бизнес Логика Но это Клиентская Бизнес Логика А на Бэкэнду По барабану Фиолетово Как там Клиент То есть Клиентское Приложение Покажет Отфильтрует Удалит Отсортирует Цвет Там Я не знаю Форма Ну то есть Я думаю Что вы понимаете То есть Бизнес Логика Бизнес Логики Это рознь Да То есть Одна Есть бизнес Логика Которая влияет На бизнес Процессы То есть Поменять Статус У какой-то Сущности Выдать Его в доставку Или Сохранить Ордер Или отправить Уведомления Вот это Бизнес Логика А то что Касается Юая Ну во первых С моей точки Зрения Опять же Моей сугубо Личной Точки Зрения Я считаю Что на Юае Бизнес Логики Быть не Должно Но там Должна Быть Своя Логика И Она Не менее Важна Для Так Сказать То есть Человек Когда Смотрит Ваше Приложение Он Должен Как бы Радоваться А не То что Вывалит То что Попалось Там Из базы Пришло Ну и Вот вам Вот вам Смотрите Разбирайте Это что Касается Бизнес Логики Давайте Следующий Вопрос Следующий Вопрос Звучит Следующим Образом Что значит Fullstack Разработчик На самом деле Достаточно Интересный Вопрос И я Хочу Привести Вот этот Слайд Который Ну как бы Такой Юморной Да В саркастичной Форме Говорит о том Что такое Fullstack Это когда Вы знаете Название Всех Технологий И Собственно Говоря Знаете Их Не только Название Вот Собственно Говоря Вот это Имеется Ввиду Когда Требуется Fullstack Разработчик То есть Другими словами Это когда Вы знаете Все И Бэкэнд И фронтэнд И все Технологии Но дело В том Что Это Немножко На мой взгляд Опять же Не совсем Корректное Значение Вот этого Слова Fullstack На мой взгляд Это Ну давайте Примеры жизни Смотрите У вас Есть допустим Какой-то Заказ товара И к вам Приезжает Курьер Он приезжает С кассовым аппаратом Он прям Делает доставку Он приезжает На машине Отдает вам товар Что это значит Значит ли Что этот курьер Бухгалтер Сомневаюсь Значит ли Что он водитель Ну Возможно Знает ли Что Значит ли Это что он Аналитик Чтобы считать Какое количество Товара Допустим Да Если допустим Это был Гамбургер Или пицца Значит ли Что этот курьер Повар То есть Как бы Тоже Fullstack Но на мой взгляд Такое Абстрагированное Понятие То есть Далеко от этого Что это означает То есть Человек Всего лишь Привез вам Товар Но он же Не должен знать Как рассчитывается Цена Не должен Знать Я не знаю В конце концов Как устроена Машина Как рассчитывается Налоги Потому что Там Как рассчитывается Прибыль Как Как это Из чего Сделано Ну то есть Когда программиста Берут на работу Почему-то все Думают Что он Если Fullstack Значит он Должен знать Все Стэки Всех Технологий Всех Платформ Все Я не знаю Все Модели Все Компоненты Ну это чушь Полная Это просто Нереально Знать Все Если вы Со мной Не согласны Пожалуйста Отпишите В комментариях Может быть Я чего-то Пускаю Но Много раз Я сталкивался С тем Что если Допустим Я разработчик То я должен Понимать Как мое приложение Запустить Ну например Там На линуксе Да Или там Запустить его На XP Третьей версии Service pack Там С установленным Ну то есть Я конечно Теоретически Мог бы Это узнать И Определиться Что где как Ломается Конечно Безусловно Разработчик Как разработчик Опять же Должен об этом Знать Но знать Все невозможно И поэтому Нужно В общем-то Иметь Хотя бы Представление О том И то есть Что вы делаете Да И я В общем Для себя Определил Такое Понятие Веб разработчика Я вот сейчас Его зачитаю Чтобы в очередной Раз Не сбиться Для меня Fullstack Разработчик Это такой Программист Который Знает Для чего Он пишет Код Для какой Платформы Какой CIDC Будет Использоваться Какие Системы В окружении То есть Понятное Дело Что невозможно Знать Все И В общем-то Ну Это Просто Аксиома Ее не нужно Доказывать Но нужно Примерно Понимать С чем Будет Имеется Дело То есть Как будет Работать Ваш Код На какой Платформе Другими словами Это Даст вам Понятие Того Как должен Быть написан Код Как он Должен Взаимодействовать С другим Что должно Логироваться С точки Зрения Расширения Текущего Вида Текущих Программирских Вот этих Вот Тем Да Концепции Когда Был Монолит Стали Микросервисы Вот это Вот все Усложнилось И Если вы Пишите Код Который Неадекватно Работает Например CIDI Но это Чушь Такой код Писать Смысла Нет Можете Ну Не нужно Такой код Писать На самом деле Вы должны Писать Код Который Может быть Потом Жизнеспособен На разных Платформах И для этого Нужно Понимать Как эти Платформы Работают Понятно Требовать От нас Настройку Линукс Сервера Или там Нджинкс Базы То есть Понятно О чем я Говорю Я надеюсь Что понятно Ну И за этим Давайте Дальше Следующий Вопрос Что такое Вейнсорсинг Применительно К микросервисной Архитектуре Нужно ли Сохранять События Требует ли Использовать Подход Секурес Ну Давайте Сначала Так Что такое Вейнсорсинг Ну В концепции Давайте Так Есть Разное Количество Определений Вейнсорсинг Собственно Говоря В Википедии Точного Определения На мой Взгляд Нет Потому что Мартин Фаулер Говорит Одно Википедия Другое Ну В общем-то Разные Разработчики Понимают Это Понятие По-разному Я только Выскажусь Фундаментальную Идею Которую Выскажусь За фундаментальную Идею Которую Высказал Мартин Фаулер И звучит она Следующим образом Я зачитаю Чтоб не сбиться Фундаментальная Идея Источника Событий Заключается В том Что каждое Изменение События Приложения Фиксируется В объекте События А сами Эти объекты Событий Хранятся В той последовательности В которой Они были Применены В течение Того Времени Жизни Что Само Приложение То есть Другими словами Event Sourcing Это Абстракция То есть Если говорить Про паттерн То это Абстракция Которая Говорит о том Что все События Которые Применялись К какому-то Объекту Они Хранятся Где-то И их Можно легко Воспроизвести Или Можно не Воспроизвести Ну Как минимум Можно понимать Хронологию То есть Было событие После этого В логах Можно посмотреть Или в таймлайн Да Что было с этим Объектом То есть Вот это Вот Event Sourcing Но еще Есть Event Sourcing Паттерн То есть Извиняюсь Не паттерн А Протокол Да То есть Когда Ваш Сервер Увидевляет Вашего клиента О том Что Было Какое-то Событие На сервере То есть Event Sourcing Здесь Тоже Как бы Имеет место Быть В общем Не нужно Путать эти понятия Я Возможно Заблуждаюсь Если я заблуждаюсь Опять же Прошу вас Отпишитесь в комментариях Но это вот то О чем я как бы Имею такое понимание Собственно говоря Источник событий Гарантирует Что изменение события Приложения Ну Хранится В определенной То есть В последовательности Вызов этих событий То есть Мы можем Управляя Вот этими То есть Мы можем Откатить приложение То есть Мы можем Реализовать Такого функционала Откатить приложение На какое-то событие То есть До какого-то После какого-то А также проверить Что с этими Было Объектами Сделано Последовательно После применения Каждого из событий В этом Собственно говоря Журнале Ну Таким образом Ретроспектива Да Каких-то изменений Мы можем отследить Вот что Собственно говоря На мой взгляд Event Sourcing И Есть ли у вас Другое понятие Пожалуйста Отпишитесь Но я Собственно говоря Готов с вами Насчет этого Поспорить И давайте Тогда перейдем А Стоп У нас У нас все закончилось Спасибо за внимание Следующий Склайд И Наверное Наверное На этом все Всего доброго Пишите правильный код И комментируйтесь Давайте общаться Субтитры сделал DimaTorzok